нацепил трейлер вот такая вот здесь такая система крепления на платформу пикапа одевается сейчас колеса меняют такие здесь две оси с первой оси сняли колеса один а потом второй будет менять сегодня я с аукциона но здесь уже это как стоянка даже как дилер подержанных машин забираю такого красавца джип грань широки беленький с тюнингом limited x рядом стоит маканес но если в него не могу потому что включение то здесь это потому что большой дилер просто большой дилер оксона ну что заведем к заведем джип все загорается красивенько все по красоте все в коже место лично небо видно мозг какая-то сейчас погоним погоним его повезем в теннесси слушайте я сейчас гаданул на него он как полетел мощный зверь все будем парковать вчера уже поздно вечером забрал вот такого вот грузовичка ford е-450 прям грузовичок такой настоящий вот он на самую задницу его поставил там вот такая вот у него сзади железная черная штука она короче не давала заехать мне приходилось подложить подкладывать под задние колеса доски чтобы он заехал конечно такие большие машинки возить немножко страховато на получается по высоте так как прицепа фур вот и очень тяжелый с двойными колесами съезжать очень неудобно очень тяжело а еще у нее такая штука здесь сзади черная низко короче очень далеко выступает она задевает это съезжаешь и заезжаешь но по-другому никак мы ее не взяли и что вот такая вот здоровая махина по сравнению с пикапом два раза больше сегодня вчера точнее сделал доставку и поехал до волмарта перед волмартом там везде на каждом заезде были знаки что не заезжать траком но я не знаю мне как бы вроде не трак но все равно могут посчитать такое говорят иногда могут быть страшно заезжаешь там на эту парковку поэтому я встал сзади волмарта где у них разгрузочная часть хотя здесь есть и парковка там пикап у них проходит здесь достаточно большой волмарт большая парковка у меня вот здесь вот так вот встал сбоку и заехал вот здесь а здесь как бы написано волмарт трак заезжает ну я думаю нормально как бы ничего никто и вопросов никаких не задавал короче аукцион называется Carvana первый раз вижу такой аукцион очень большой огромный рядом с Атланта находится профессионально все устроено у них куча своих машин они сами очень много доставляют видимо большие объемы а маленькие идут на на нас по три машины кто возит доставка идет частному лицу доставка джип чероке шнадцатый год вот такой вот он зелененький причем сами подвезли мне нужно было искать и просто у трака стоял и ждал пока они его привезут вилюр салон такой автоматически открывается багажник дверь багажника камера сзади ну такой упакован упакована машинка вот так вот он выглядит у меня и 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 что-то надо делать, чтобы выгнать отсюда. Он запакован. Сколько машин? Ну, вон там, в принципе. Одну можно, наверное, переставить. Окей. Ну, ничего такой. Прикольненький. Надеюсь, что заведется. Не, не заводится. Или ключ надо здесь вставить? А, здесь, наверное, ключик. Кругленький ключик такой. Смотри-ка. Прикольно. Завелись. Интересная машинка. Слушай, я даже не знал, что она такая прикольная. Венза мало. Здесь хватит. Ничего такой. Колоночки в двери сзади. Система крутая. Ага. Хормон, кордон. Огонь. Огонь. Отогнал две тачки. Увидел Мазерати. Клевая машинка. Это какая. Мазерати. Гибли. Или как гибли. Я даже не знаю. Д4. Ну, крутая тачка, короче. Вот такая. Реключиков такая у них штучка. Круто. Ну-ка, как заводится, нет? Ух ты. Круто. Неду ключа. Тебе закрыть дверь надо? Фу, ойл. Парк. А че? Че-то не заводится она. Наверное, секрет какая-то есть. Правда. Ничего. Посмотрим, как он едет. Слушай, не так сильно он и подрывает, на самом деле. Я думал, покруче. Так себе. Еще одна машинка. Линкольн УКТ. Интересная. Ни разу такой вообще не видел. Салон, похоже, вот эта передняя панель на Вольво похожа. Ну, дизайн у него так себе. Не очень оригинальный. Ну, и опять надо выгонять вот, наверное, вот эти две машины. Три вот эти вот машины придется отогнать, чтобы выехать. Короче, прикольное место этот Манхейм. Тут машины не битые. Два-три года, но они в хорошем очень состоянии. Можно тут на разных тачках покататься. Ну, в общем, прикольная тема. Если было бы больше времени, то можно было бы тест-драйвить разные машины. Но так как нужно ехать, так чуть-чуть только получается какие-то тест-драйвить. Те, которые забираешь, которые сильно хочется. Слушай, этот Линкольн даже мощнее подрывает, чем Мини Купер. Потому что двигатель у него мощнее. Вот так вот.